Здравствуйте, друзья! С вами Вадим Прятко и Анатолий Петрук. И сегодня мы хотим поговорить и показать такую процедуру, как симультанная проба. Симультанная проба – это введение одновременно и туберкулина, ППД для совцов, и аллергена атипичных микобактерий, или сокращенно АА. Данная процедура проводится в тех хозяйствах, в которых просеваются атипичные микобактерии. Сейчас Анатолий проведет подготовку животного к введению АААМа и туберкулина. Для этого он будет проводить выстригание волос в средние третьи шеи с левой и правой стороны. Выстригание проводим за 7-10 дней до предполагаемой симультанной пробы. Волосы выстригаем в средние третьи шеи. Если при выстригании вы нанесете животному травму, рана за 7-10 дней заживет. Не выстригайте в зоне лимфатических узлов, яремной вены, а также в местах попелом, ран. Если у вас животные содержатся на цепи, нельзя выстригать в области трения кожи и цепи. За ним. Таким образом мы выстригаем на ферме всех животных, начиная из 45-дневного возраста. Следующий шаг – непосредственно симультанная проба. Итак, друзья, шаг второй – это непосредственное введение туберкулина и ААМа. Перед этим протираем место введения. С правой стороны мы вводим ААМ. Заражаем инъектор таким образом, до специфического щелчка. Прижимаем к коже и вводим препарат. Должна образоваться припухлость в виде горошины. Таким же образом делаем с левой стороны туберкулин. Протираем. Через 72 часа проводим читку реакции. Прошло 72 часа, и теперь мы проводим читку реакции. Толщина складки в месте введения – 10 мм. Толщина складки кожи – тоже 10 мм. Таким образом реакция негативная. Замеры мы проводили в месте введения туберкулина с левой стороны. Если реакция негативная, мы уже не проверяем ААМ с правой стороны. Реакция считается позитивной, если разница между толщиной складки составляет больше 3 мм. Если бы мы имели реакцию на туберкулин, мы бы сразу же ее сверили с реакцией на ААМ. Если реакция на туберкулин больше, чем на ААМ, животное убивает. Если реакция на ААМ больше, чем на туберкулин, животное остается в стадии. Забой животного проводят не позже, чем 5 дней после выявления реакции. При забое отбирает лимфатические кузлы и отправляет их на бактериологические исследования. Друзья, ну слава богу, у нас в этом сезоне никто не выбывает, так как все коровы показали негативную реакцию. Ну что ж, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, если это видео стало для вас полезным. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok